Приморская погода в этом году доказала первоклассникам, теперь будучи учениками школы все серьезно, в дождь дома не останешься. Кстати, из-за непогоды во многих школах Владивостока в этом году торжественную часть, а именно линейку, перенесли в помещение. Чтобы проливной дождь не стер улыбки с лиц первоклассник и их родителей, в некоторых учебных заведениях вместо школьных площадок и дворов украсили спортивные залы. Гостем линейки в 83-й школе стал исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Лобода. Вместе с родителями и учителями он с удовольствием стал зрителем творческих номеров, которые заранее подготовили ученики. Наступись на очередь, первоклассник перед тобой, у меня букет большой, новый брат за спиной. Первый звонок в этом году прозвонил более чем для 6 тысяч первоклассник. По сравнению с прошлым годом число самых маленьких учеников возросло. В связи с этим во Владивостоке открыли более 200 первых классов. В одной только второй гимназии крайняя буква «Е». Однако не только это сегодня обсуждали родители. Вопрос – видели Путина. Здесь, во второй гимназии, друг друга задавали чаще других. С одной стороны радость, с другой – помятые банты и отдавленные туфли. Вторую смену в зал опускали через строгий пропускной режим. К столпотворению не были готовы ни дети, ни родители. Гораздо проще тем, кто в школу ведет ребенка уже не в первый раз. Честно хотел в школу, мы абсолютно не переживаем, мы уверены в наших детях, в школе, в учителе. Наша задача только поддерживать, ну а детям желаем удачи, вообще всем родителям, учителям тем более. И пусть наша школа будет самой лучшей в этом городе. А вот сами школьники не то чтобы не переживают, а даже радуются тому, что вновь сядут за парты вместе с одноклассниками, которые за несколько лет стали друзьями. Мы соскучились по одноклассникам, по школе, осенью. По урокам. Да. И у нас новые учителя, мы их очень рады приветствовать. Мне в школе очень нравится, хочется получить новые знания, особенно по информатике, английскому языку, японскому, географии. Ну в общем по всем урокам. Только в муниципальных школах Владивостока в этом году за парты сядут более 52 тысяч учеников с 1 по 11 классы. И главная цель большинства даже не оценки, а твердые знания, которые в будущем воплотятся не только в работе, но и в жизни. Инна Щедрова, Андрей Макаров, Новости на Восьмом. Продолжение следует...